Хуба, привет, с вами доктор Влад. Ну что, сегодня уже третье число, да, января. Первые дни так быстро бегут, первого января вообще и нет уже, да. Ну, сегодня уже третье, у нас плюс три с половиной градуса на улице. Так, Новый год в Соединенных Штатах встретили традиционным парадом Рос, парад Рос. Это грандиозное шествие происходит в пригороде Лос-Анджелеса и уже более века считается одной из главных зимних праздничных традиций Америки. Парад Рос, надо же, да, девушки, ну тут тепло, конечно, господи. Лос-Анджелес-то. Основным событием стал проезд по главным улицам каравана и самоходных платформ, украшенных цветами, огромные инсталляции сопровождают духовые оркестры, танцоры, всадники в ярких наглядах. А в Нью-Йорке прошло еще одно традиционное новогоднее мероприятие, и там в честь праздника в воду Атлантического океана окунулись активисты местного филиала общенационального клуба «Моржей» под названием «Белые медведи». К ним присоединились десятки обычных граждан. Ну, сумасшедшеньких везде много. Я не люблю моржей, это какая-то ерунда. Мне не нравится, даже как врачу мне не нравится, это стресс дикий и все такое прочее, но кому-то нравится. Что ж теперь делать? Так, а это что такое? Меня опять Леонтару не грозит по-человеку честки. Так, а, Трамп, Трамп собрал 100 миллионов долларов уже на свою избирательную кампанию. Вот это да. Он по этим сборам превзошел своего предшественника Барака Обама. А вот интересно, мне очень интересно, а вот если его уволят к чертям из президентов, он имеет право еще раз переизбираться или нет? Странно это все, да. Клинтон не мог, потому что он уже второй срок сидел. Вот, а Трамп, ну посмотрим, что будет. Не люблю я его. Так, безработица в США бьет полувековой минимум. Ну, хорошо, меньше стал безработных. Да, это здорово. Так, четыре симптома, которые требуют срочного обращения ко врачу. Ну, не знаю, головная боль. Че, ко врачу бежать сразу? Внезапные потери слуха, я вообще такого чуть не слышал. Боли вздутия живота, головокружение. Черт, и что собрали. Знаете, когда нужно идти ко врачу? Один симптом, когда ты с утра до вечера смотришь Путина по телевизору, и сразу беги ко врачу, сдавайся. И говорит, доктор, наденьте на меня рубашку с длинными рукавами, и завяжите их сзади, чтобы я не мог включить телевизор. Вот так. Точно он говорит. Так, газета Ру пишет. Провал декабристов и богатый холоп, что смотрят россияне. Че-то я опять про фильмы. Грандиозные сборы холопа, плачевный результат Союза спасения и падения звездных войн. Газета Ру представляет обзор российского бокс-офиса. Господи, че такое еще? За минувшие выходные. Комедия «Холоп» уверенно лидирует по итогам 26-29 декабря. Совместный проект режиссера недавних хитов «Салют. Семи. Текст». Не знаю таких. Клима Шипенко и Ивана Охлобыстина об отчаявшемся отце, который отправляет своего сына в прошлое наказание за красивую жизнь. Да. Ну и так далее. Союз спасения. Че-то не пошел у них. Иван Янковский, Максим Матвеев. Это все дети, что ли, да? Так, и что тут еще? «Звездные войны» не покинуло топ-3 самых прибыльных фильмов. Ага. Ну, хорошо. Смотрите кино. Так. А это что такое? А. Вот интересная статья. Юлия Миломед пишет на газете «Ру Новогодние. Русские пьют молча». И она тут... Ну, статья... Ну, спорная статья. Ну, мне начало понравилось. Один теперь знаменитый, а тогда безвестный артист приехал впервые на гастроли за границу. В гостиницу поселили хорошую, а номер дали скромный. Ну, бывает. Я человек советский, без претензий, незнаменитый. Подумал, будущая знаменитость. В гостинице было много странного. Кровать была не по росту человека, а по росту лилипута. На артиста смотрели с подозрением консьерж, менеджер отеля. Высокомерно держалась горничная, ну, и так далее. Но он не зацикливался, мало ли что. Подумаешь, какая экая звезда. Подумал, еще никакая не звезда. Корона за голову не упадет. Ну, вот, когда консьерж пришел принимать номер, это уже был перебор странностей. Консьерж зачем-то открыл дверь шкафа и вошел в шкаф. В общем, оказалось, что две недели знаменитый актер жил в прихожей своего номера люкс. Двери в основную часть помещения он принимал за створки шкафа. Он спал на кушетке неопределенного назначения. Скорее всего, она была подназначена для того, чтобы присесть, когда надеваешь обувь. Проход консьержа в роскошные апартаменты, в которых артист мог бы жить, но не жил, произвели на него такое же впечатление, как пустая банка из-под консервов на людоеда племени Мумба-Юмба. Имя артиста я не скрываю, я его не знаю. Об этом происшествии я где-то когда-то читал в соцсетях. Не знаю, а мне что-то не верится. Ну, вообще красиво выглядит, но мне не верится, что он ни разу, русский человек, ни разу не открыв шкаф посмотреть, что там есть. Да? Угу. Вранье это все, ребят. Так, в Китае какая-то новая неизвестная пневмония распространяется. Семь пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии и легочного заражения. В Китае все какая-то ерунда. У них тогда, по-моему, птичья тоже какая-то зараза была у них. А, атипичная пневмония. Да, вот. Имели место быть. До времени эпидемии на материковой части страны в 2002-2003 погибло около 350 человек. Надо же, не взять в Китае. Незачем. Унизительные щелчки по могущественному председателю Си. Это пишет Василий Головнин, журналист Токио. Да, по китайцам, вообще-то говоря. Ну, не по китайцам, а вот по председателю Си. Смотрите-ка, в первую очередь он не сумел предотвратить или быстро погасить торговую войну с США, которая, как считают в Токио, нанесла пока КНР куда больше ущерб, чем американцам. Это первое. Во-вторых, председатель Си ничего не сумел сделать в прошлом году с мятежным Гонконгом. Помните, я вам рассказывал, там миллионные были демонстрации протеста. Осенние выборы в орган местной власти показали, что большинство жителей бывшей британской колонии поддерживают начавшееся в июне небывало мощное движение протеста. Да, и в-третьих, большой шум во всемирном масштабе вызвали сообщения о ситуации в другом проблемном регионе КНР, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где действуют лагеря по принудительному перевоспитанию примерно миллиона мусульман-уйгуров. Я вам тоже об этом рассказывал. Вот и, да, еще Тайвань, Тайвань, интеграция в КНР по гонконгской схеме, одна страна, две системы, ключевая цель позиции политики Пекина, поскольку без этого победа Красной Китайцев в гражданской войне остается ни полной, ни столь славной. И опять у них не получается на Тайване, не получается ничего. Да, и интересно. Не везет китайцам что-то? Не везет. Россия побила постсоветский рекорд добычи нефти более 560 миллионов тонн. Помните, я вам вчера говорил, что будут такие рекорды, которые не проверишь. И вот, пожалуйста, вчера говорили, что больше всех электроэнергии в мире или в галактике, да? А сейчас вот побила рекорд добычи нефти. О, как! И опять не проверишь, ну, это же нужно обязательно сообщить по всем каналам. Вот так. Вот такие рекорды какие-то непонятные. Так. А это что такое? В Великобритании? А! Состоятельные выходцы из России чаще стали нанимать телохранителей для детей из числа бывших военных. Что-то им там не нравится, да? Выходцам из России состоятельным. Что-то то их оттуда гонят, то теперь вот приходится телохранителей для детей назначать. Непонятно, непонятно. Так. Блокбастер вторжения получил еще более низкие оценки зрителей, чем историческая драма «Союз спасений». Не нравится зрителям то, что снимают в России. Не нравится. Послать ребёнка... Вот я, знаете, куда вчера заскочил на «Пора валить». Интересно. Послать ребёнка... Только заголовок. Послать ребёнка учиться в Словакию дешевле, чем в Краснодаре. И вот они чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Всё расписали. Оказывается, в Словакии дешевле всё получается. Ну, а качество вообще не сравнимает. Конечно. Я вам про Краснодар уже говорил. Почитайте. Зайдите на «Пора валить» в живом журнале и почитайте. Если у вас есть такие проблемы, то посмотрите. А ребёнок потом вас перетащит. Новогодний концерт на первом. «Нафталиновый угар». Что это вообще было? Ну да, из «Нафталина» вытащили. Всех певцов так немножко потрясли. Чуть-чуть. Ага, да. Малинин откуда-то взялся, да. Сюткин, Газманов, Ваенга, Любе. Ваенга. Любе. Любимая группа Путина. А-а-а. Да, интересная. «Нафка» спела с «Жасмин». Я не смотрел, естественно, ну вот. Я кусочек только поглядел в самом начале. До «Ротару» где-то. Ну, это пять минут. Так, и что ещё? «Новогодний Венегрет на первом. Забытый «Ротару», запевший «Нафка» и ушедший Пугачёв». Ну, вот так, ребята, да. Все сейчас обсуждают, но тут нечего обсуждать. Пошлость. Финал. Так, вот не знаю. Я нашёл на живом журнале, но больше нигде подтверждений нет. Смысл в том, что Россия якобы собирается отказываться от пальмового масла. Так оно это или не так, я не знаю. Всё началось с того, что в начале прошлого года Всемирная Организация Здравоохранения выпустила доклад о вреде пальмового масла. ВОЗ ставит в один ряд вред, который наносит человеку пальмовое масло с вредом, который наносит табаку и алкоголь. Ну, и вот вроде бы Российское Министерство Здравоохранения прислушивалось. Не знаю. Я говорю, я больше нигде подтверждений не нашёл. Момент крушения самолёта в Алма-Ате попал на видео. Я даже посмотрел. Ну, там какое крушение? Вот он там где-то вдали, да, камера неудачно стоит. Он просто по снегу так едет без этих, без шасси, так, бумс в забор и всё. То есть не было такого, что бах и всё. Странно. Так. Нарколог Минздрава подложил начать учить россиян употреблять алкоголь. Мама родная, да они тебя сами научат. Нарколог, что ты выпил, что такие советы даёшь, а? Горящий мужчина упал с крыши дома в Петербурге на прохожую. Мужчина скончался, прохожий ничего. Странно это. 2 января на улице Баравая. Армия Судана подтвердила гибель 18 человек при крушении Ан-12 в Дарфуре. Вот это да, 18 человек, 7 членов экипажа из числа военных, ой, четверо детей, еще трое судей гражданских. Этим же бортом должны были лететь министр юстиции и гениальный прокурор, но почему-то не полетели. Наверное, узнали, что будет крушение. Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию. А у Эрдогана уже парламент подтвердил все, все. Ну, у него тоже там карманный парламент, как в России. Ну, вот сейчас будет война, еще одна войнушка. Эрдоган сообщил о надвигающейся двухсоттысячной волне беженцев. Куда они надвигаются? Из Сирии в Турцию, да. Надо же. Нехорошо это. Сами же воевали. А, вот интересно, помните, я вам говорил, что похитили девочку в Москве, а оказалось там, знаете, что никто ее не похищал. Так, вот смотрите. Россиянка, задержанная по подозрению в похищении семилетней девочки в Москве, была приглашена на Новый год в семью ребенка. В показаниях она объяснила, что пыталась спасти девочку. По ее словам, мать похищенной громко ругалась со своим сожителем. Зашедшая на праздник, Татьяна Грачева рассказала, что увидела грязного ребенка, пьяных людей, крики и шум. Она отметила, что девочка сама попросила забрать ее и в 2.30 по московскому времени они ушли. Она привела девочку домой к себе и уложила спать. Вот там, что было, оказывается. И вот сейчас хотят ее вообще лишить родительских прав. Надо же. Какой разворот событий, да? Ну и последнее. В США заявили участие трансгендеров в Олимпиаде нанесет вред спорту. Сейчас вообще странно, ребята, получается. Олимпиада 2020 может положить конец участию трансгендеров в соревнованиях, поскольку это губительно для женского спорта. Смысл в том, что если ты мужчина и считаешь, вот так считаешь себя женщиной, да, то ты запросто можешь идти в женский разряд в спорте, например, в бег. И все. Даже без операций, даже со своим хозяйством, со всем, ты можешь идти в женский спорт и там выступать. Представляете? Разница какая будет. Мужики бегут и женщины будут, да? Охо! Биологическим мужчинам разрешили участвовать в женских спортивных турнирах, в том числе и в Олимпиадах в 2016 году. Для этого им даже не надо делать операции по смене пола. Вот так выступил, медаль в женском разряде, завоевал, а потом, да не, я передумаю, я мужчина. Странно это все, ребята, и у меня на сегодня все. И послушайте Учку Дук Три колодца от нашего Леона. Пока-пока, с вами доктор Глад. Горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды богонаток. В горячей пустыне и не видно следа. Скажи, каравальщик, когда же вода? Учку Дук Три колодца, то есть на диме, то есть на диме светит солнце, ты в пустыне спасительный круг. Учку Дук Учку Дук Дук Дерево жизни Таинственный страж А может быть это Лишь только мираж А может быть это Усталость и бред И нет Учку Дука Спасения нет Учку Дук Три колодца Защити 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 нас от солнца Ты в пустыне спасительный круг Учку Дук Учку Дук Три колодца Защити Защити Учку Дук Учку Дук Учку Дук Учку Дук Три колодца Защити Учку Дук 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 Большое спасибо! Учку Дук